Всем привет! Канал смартфон UA на обзоре Realme C21Y. Бюджетный смартфон, у которого необычный для рынка процессор, но он достаточный по производительности даже для сложных игр, плюс внутри есть NFC, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Камеры также на уровне, обо всем этом расскажу дальше в видео, так что поехали. Начну с комплектации и это важно. Почему эта новинка стоит всего порядка 140 долларов? Потому что производитель немного урезал комплектацию, на чем сэкономил, например на чехле. В отличие от смартфонов из среднего ценового сегмента в комплекте аксессуара нету, но есть и скрепка для извлечения лотка сим-карты и кабель для зарядки, ну и зарядное устройство. Ну и почти постоянный фирменный признак бренда – наличие яркой желтой упаковки. Теперь о корпусе смартфона. Он полностью пластиковый, но материалы очень и очень приятные. Тыльная крышка имеет своеобразную текстуру, которая переливается и немного изменяет цвет в процессе переворота смартфона. На краях у нас однотонный пластик, матовый, глянцев-то практически нигде нету, кроме там, где пластик прикрывает камеры и экран. Кстати, по поводу экрана производитель уже сразу наклеил на него защитную пленку. По части сборки к этому смартфону без вопросов. Экран очень точно вписан в корпус. Между корпусом и дисплеем есть еще небольшая черная пластиковая вставка. Тыльная крышка не снимается, аккумулятор вы сами вымыть не можете. На задней стороне расположили блок с камерами, сканер отпечатка пальцев и вывод динамика и небольшой выступ, чтобы когда кладете трубку горизонтально. Динамик полностью не прикрывался тыльной панелью. По расположению элементов ситуация следующая. Справа кнопка питания и качелька регулировки громкости. Внизу microUSB порт. Да, здесь еще microUSB, но натованный бюджетный смартфон. Хотите USB Type-C? Придется доложить еще долларов 20-30, чтобы взять что-то у того же Realme. Тут же внизу 3,5 миллиметровый аудио разъем, микрофон. Вверху ничего. Слева лоток для сим-карты. А вот тут покупателя ждет приятный сюрприз. Два для сим-карт и один для карты памяти. Для справки поддерживаются накопители до 256 гигабайт. Кстати, то что чехла нет в комплекте поставки может еще говорить о том, что надежность этого смартфона повышена. Но я бы не делал таких выводов и все же подобрал под него аксессуар. Хотя, опять-таки повторюсь, к сборке и подбору материалов у меня к этой трубке вопросов нет. Что касается габаритов это 164,76 на 9,1 миллиметра при весе в 194 грамма. Это в принципе средние показатели для таких трубок. Трубок у которых еще и экран большой и батарея не маленькая. Ну а батарея попозже, а экран здесь 6,52 дюйма. IPS матрица HD+, разрешение и неплохая яркость 420 нит. С лицевой стороны покупатель получает не очень тонкие рамки справа и слева, снизу она еще больше, вверху она небольшая, тут же над экраном длинный разговорный динамик и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Ну а еще там спрятан датчик освещенности и приближения. Что касается углов обзора, то они не супер идеальные, да и запас по яркости в принципе мог бы быть и больше. На максимуме в солнечную погоду запаса подсветки не всегда хватает. А вот минимальный уровень комфортен для того, чтобы читать в ночное время. По настройкам дисплея самое необходимое. Яркость, цвета, контрастность, можно включить темный режим. Так как этот бюджетник, то рассчитывать на то, что здесь будет повышенная частота, на которую вы бы могли переключиться в играх, конечно же отсутствует. Ну а в целом для 140 долларов у этого смартфона экрана 4,5 из 5. Теперь о производительности. Здесь не Snapdragon, не Mediatek, а чип от Unisoc. Почему именно этот процессор выбрал производитель, сложно сказать. Но то, что он может меня, например, полностью устроила. Во-первых, это восьмиядерный чип. Во-вторых, он выдает в Antutu 195 тысяч баллов. Точное название чипа Unisoc T610. Дополняет его графиком Ali-G52. И этой парочке с 4 гигабайтами оперативной памяти хватает, чтобы играть даже в такие игрушки, как Need for Speed No Limits, PUBG Mobile. И знаете ли, вы не будете комплексовать по поводу того, что смартфон начинает тормозить или играть совершенно неприятно. Нормально. Для бюджетного сегмента очень даже зачетно. Встроенной памяти, как и говорил, 64 гигабайта. Но вы помните, что ее можно расширить накопителями еще до 256. И еще про игры. Если вы будете долго-долго играть, то существенного нагрева этой трубки все равно не заметите. Да, смартфон становится тепленьким, но не более того. Ну и в процессе игры никаких вылетовых перезагрузок у меня за две недели теста не случалось. Чипсет позволяет смартфону работать в 3G и 4G сетях. Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Приятный бонус. Наличие NFC. Так что для бесконтактных платежей ограничений у вас нет. Что касается динамика. Он тут один. Так что никакого стереозвучания. Но он хороший. Он не совсем чистый на максималках, но громкий. Это касается и разговорного, и мультимедийного. Программно все железо, который собрал в этом корпусе производитель, работает под Android 11 версией и оболочкой R-Edition. Это облегченная версия той оболочки, которую мы видели на флагмане Realme GT. Его обзор вот здесь. Что по автономности. 5000 мАч батарея. Зарядка 10 Вт в комплекте. Никаких фирменных ускоренных зарядок здесь не предусмотрено. Бюджетник, ну что вы хотели. Если вы не игроман и не используете мультимедийные возможности смартфона целый день, а только по дороге на работу и обратно, тогда этого заряда в 5000 мАч вам хватит на 2 дня. Это в среднем по 3 часа, по 4 часа использования активного экрана ежедневно. Приятный бонус, эта трубка имеет реверсивную зарядку, то есть от этой трубки можно зарядить другой смартфон или, например, свои наушники. Полная зарядка от комплектного ЗУ занимает до 3 часов. Напоследок о камерах. Их тут три. С тыльной стороны и одна фронтальная. Сказать, что они очень хорошие? Ну нет. Примеры снимков смотрите по ссылке в описании к этому ролику на портале смартфон.ua. Там же по ссылкам примеры видео, которые я снял и на фронтальную и на основную камеры. Причем и днем и ночью. Можете сами проверить, убедиться и в комментариях написать свое мнение о том, достойная ли эта трубка таких камер или хотелось бы больше за цену в 140 долларов. Ну а как по мне, то днем снимки получаются очень даже приличными. Их делает основная 13 мегапиксельная камера. Можно задействовать еще макрокамеру, а можно еще использовать датчик глубины, который сделает красивый размытый фон. Видео основной модуль записывает в Full HD разрешении, а фронтальный только в HD. Как по мне, то для повседневного пользования этих камер будет хватать даже для приличных снимков под соцсети. Ну а если вы строите из себя модного фотографа, то нужно раскошелиться на что-то более продвинутое. У Realme такие смартфоны есть. Подвожу итог. Realme C21Y это смартфон, при покупке которого за 140 долларов не нужно идти ни на какие компромиссы. У него есть NFC, процессор достаточный, чтобы играть с хорошей детализацией даже в тяжелые игры. Достаточно памяти и большой дисплей, на котором можно и поиграть, и видео посмотреть. Еще есть хорошие камеры для этого ценового сегмента. Ну и возможность использовать три слота, два под симки и один под карты, не лишая себя и ничем не ограничивая. За время теста трубка показала себя надежным с точки зрения работы оболочки и программного обеспечения. Плюс, однозначный плюс, это автономность. И если вы не игроман, повторяюсь, наверное, то полного заряда этого смартфона вам будет хватать на два дня. А это, в принципе, редкость в 2021 году. На этом все. С вами был Андрей и портал Smartphone.ua. Остались вопросы? Задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Всем пока!